Море пива. Жители Наукограда тревогу забили давно. Алкоголем торгуют практически в каждом многоквартирном доме, причем как на красной линии, так и в отдаленных микрорайонах города. И это не самый положительный пример для молодежи. Ну а в образец вот взрослые дяденьки и тетеньки, которые каждое утро идут с этими бутылками пива и днем и ночью. Ну это страшно. Это правда страшно. То есть у меня как бы свои дети, я смотрю на это и думаю, боже мой, ну когда-нибудь скажут, а что это они все несут, и наверное это интересно, наверное это вкусно. Я боюсь этого. При этом ограничить выдачу разрешений на работу предпринимателям невозможно по закону. На сегодняшний день в Бийске официально зарегистрировано 585 заведений, которые торгуют алкогольной продукцией. Нормативов регулирующих по количеству торговых точек на данный момент нет в законодательстве. Есть ограничения по размещению этих торговых точек. Такие торговые точки не должны размещаться вблизи 30 метров от входа. Это медицинские учреждения, образование, учреждения культуры и спорта, а также на опасных и вредных производствах. И порядка 20 метров это от границ существующих территорий. Сотрудники полиции периодически проводят рейды и контрольные закупки. Однако чаще всего они направлены на контроль качества продукции и выявление нарушений торговли алкоголем после 21 часа. Для проверки полиции и прокуратуры не нужно согласовывать план проверок в отличие от Роспотребнадзора. Роспотребнадзор обязан известить и внести план проверок по продаже алкоголя, алкогольной продукции в план мероприятия. Исключение составляют жалобы и обращения граждан. Штрафы, конфискация товара, отзыв лицензии грозит предпринимателям за незаконную торговлю. Правда жесткие меры редкость. За 2020 год ни одной лицензии отозвано не было. Ясно, что пока на вопрос ограничения количества пивных точек не обратят внимание на федеральном уровне, дело не сдвинется с мертвой точки, ведь, как известно, спрос рождает предложение. Ксения Цапко, Иван Зяблецкий, Будни.